Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я рассказал о том, что инвестиционная идея закрыток, и эта инвестиционная идея принесла 41% за 37 дней, или, что то же самое, 404% годовых. И сразу же, естественно, на меня обрушились гневные, так сказать, комментарии. Вот, я настаиваю на том, что процент доходности был 404% годовых. И сейчас я хочу ответить на комментарии, которые на меня посыпались. Почему я так считаю? Да, конечно, значит, мне спрашивал один человек, что говорит, да, наверное, ты для того, чтобы привлечь внимание заголовком таким броским и так далее. Да, это есть, безусловно. Но не только. Я ни разу не приврал. Сейчас я переключусь на комментарии и почитаю. Вот, Саша Кузнец. Акции в обороте были, грубо говоря, месяц. Посчитали доходность за год. С таким успехом можно посчитать за 100 лет. Доходность за 37% составила 41%. И за год те же 41%. Так как сделка больше ничего не принесет вам за оставшиеся дни. Вот, например, это очень хороший вопрос или комментарий. Смотрите, это не совсем так. Станцер. Вот, отвечаю, Станцер. Смотрите, я вложил деньги, инвестировал, скажем так, в акции, в инвестиционную идею. Они совершили полный оборот, то есть инвестиционная идея сработала. Я закрыл инвестиционную идею. Получил 41% доходность с оборота. Один оборот завершился за 37 дней. Я вам скажу в цифрах, просто, так сказать, там вложено было в районе 30 тысяч рублей. Соответственно, 3, 4, 12, 12 с небольшим тысяч доходность вот с этой сделки, вот конкретно с этой сделки получилось. То есть, соответственно, получается 30, 30 тысяч было на счете, стало 30 тысяч плюс 12, 42 тысячи. Далее, я просто, вот сейчас они лежат, эти 42 тысячи, например, да, и дальше я просто жду следующую инвестиционную идею, в которую я вложу деньги. Это значит, что они дальше будут эти деньги работать уже не только 30 тысяч, которые были, но и те, которые получены. И будет, как бы, следующий оборот уже суммарный. Можно посчитать, что это будет вот так. То есть, вот это вот очень важно понять. И поэтому, смотрите, я хочу провести аналогию с, скажем, машиной, скоростью. Это не зря. Смотрите, когда вас останавливает гаишник и говорит, вы превысили скорость, или вам приходят, вот сейчас не останавливают, сейчас приходят с камеры, вы превысили скорость, вы ехали со скоростью, там, скажем, 140 км в час. Вы что, спорите с этим? Вы что, доказываете, что вы не ехали целый час, и вы не проехали за час 140 км? Естественно, вы не проехали за час 140 км. Вы ехали в данный текущий момент со скоростью 140 км в час. Это только единица измерения вашей скорости. В чем измеряется скорость? Скорость можно измерять в километрах в час, в метрах в секунду. Собственно говоря, в метрах в минуту, в километрах в минуту можно вычислять скорость. Но обычно считают скорость, измеряют либо в километрах в час, либо в метры в секунду. Только так. И в финансах то же самое. Надо считать доходность либо в годовых, либо в процентах за день. Но человеческая психика так устроена, что мы воспринимаем лучше всего цифры в диапазоне от единицы до тысячи. Мы это хорошо воспринимаем. Мы понимаем, что, скажем, 512 намного больше, чем 51. В 10 раз больше. И мы очень плохо понимаем, что такое 1% в день. Но мы хорошо понимаем, что такое 9% годовых или 8% годовых. Давайте я вам скажу, что такое 8% годовых. 8 поделить на 365 равно 0.0.219 или 220% в день. 0.0.220% в день. Вам это что-то говорит? Вам это ничего не говорит. А если, скажем, я скажу, что вот за эту инвестицию я заработал за то же самое, 41% делю на 37 дней равно 1,1% в день. Вас это впечатлит, что 1,1% во много раз превышает 0.0.0.219. Это не воспринимается. А вот 404% намного больше, чем 8%. Вот это мы воспринимаем. Именно поэтому я говорю, что я был абсолютно прав, когда я сказал, что вот эта вот доходность от этой инвестиции составила 404% годовых. Это мгновенная доходность. Это текущая доходность. Это как та скорость у машины, которую меряет радар. Мгновенная скорость. Это ничего не значит. Это не значит, что я целый час буду ехать с такой скоростью. И вы, например, никогда не докажете гаишнику, что вы, например, да я выехал 15 минут назад, еще 10 минут простоял в пробке, а сейчас вот догоняю, все нормально, чувак. Вот. Вы ему докажете это? Не докажете. И вы не докажете, если вы пойдете в аварию со скоростью 140 км в час, а средняя скорость у вас была, например, на участке 20 км в час. Это не важно абсолютно в момент аварии, какая у вас была предыстория. Важна в момент вот этот вот. То есть важна мгновенная скорость. И еще один момент. Смотрите, что такое, почему я говорю о скорости. На самом деле я не зря сказал про скорость. Дело в том, что что такое у нас доходность. Доходность это та же самая скорость. Давайте посмотрим на график, что такое доходность. Доходность это скорость роста нашего капитала. Сейчас я переключаюсь на график, вот тот самый, ИН+, и смотрим. Ну, скажем, когда банк считает доходность, то мы считаем доходность, например, за год. Вот, и доходность за год это 9% годовых. Давайте я нарисую сейчас график 9% годовых. Смотрите, вот с такой скоростью растет доходность в банке, растет наш депозит в банке. Вот она постоянная. Вот я инвестировал здесь. Через 37 дней я получил вот такую доходность. Чтобы получить такую же доходность, то сколько лет я должен продержать деньги в банке? Вы видите. На самом деле, что такое скорость? Скорость это как раз скорость увеличения чего-то. Скорость увеличения, ну, в данном случае расстояние от точки начала отсчета. И на графике, если, значит, нарисовать график в зависимости расстояния от времени, то расстояние будет увеличиваться линейно. График линейной функции это АХ плюс Б. И от скорости, о чем говорит скорость? Скорость это угол наклона этой прямой линии. Угол альфа. Чем больше угол альфа, тем больше скорость. Тем больше доходность. И именно вот так считается скорость. Это вот текущая доходность. Если скорость меняется, то это касательная. Ну, это уже, так сказать, математика. Вот. Точно так же здесь. Наши доходы увеличились отсюда досюда. Соединяем прямой линией. Все. И поэтому я уверен, что доходность надо считать либо в годовых, то есть, либо процент годовых, либо процент за день. И на самом деле этими цифрами манипулируют. Манипулируют банки. Когда банк дает вам деньги, для того, чтобы вам казалось, что банк дает много денег, банк говорит 8% годовых. А вот когда банк берет деньги с вас, он говорит, всего 1% комиссия составляет. 1% в день. 365% годовых. Когда вам дает МФО, рекламируют. Дадим деньги до зарплаты. Всего 1% в день. 365% годовых. Поэтому, да, жонглирование цифрами это используют. Но давайте уже, если годовых, то годовых это удобнее. Просто такие цифры удобные. Я надеюсь, что я ответил на возмущенные комментарии. И вы поняли, что такое 404% годовых. Во-первых. Во-вторых, смотрите. Сделка завершена полностью. Оборот совершился. Полученные средства. Я вложил туда 30 тысяч рублей. Получил 41% годовых. То есть, ну, 12 тысяч рублей сверху. В результате у меня вместо 30 тысяч на депозите 42 тысячи. И эти 42 тысячи я буду реинвестировать дальше. И в течение года я могу получить, скажем, еще какой-то... С какой-то идеей могу получить 10%. Плюс. За еще один оборот. А могу не получить. Но мгновенная скорость была такая. В годовых. Сколько это будет дальше, я не знаю. Но этот оборот составил 404% годовых. Надеюсь, что я ответил. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. И оставайтесь на моем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.